МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В муниципалитете проходит экологическая акция «Мегабак». В том числе сюда входит и контейнер для сбора бэушных автопокрышек. Сотрудники госавтоинспекции провели профилактический рейд «Засветись». В темное время суток необходимо носить яркую одежду с элементами светоотражающими. В дворце спорта «Видное» прошел турнир по художественной гимнастике. Я очень рада, что у нас здесь представлены дети различных уровней подготовки. В муниципалитете проходит экологическая акция «Мегабак». Ее проведение инициировало Министерство жилищно-коммунального хозяйства области. Все подробности в сюжете Юлии Стаферовой. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области разработало межсезонную экологическую акцию по сбору автомобильных покрышек. Она продлится до 15 ноября. Жители Ленинского городского округа могут привезти и бесплатно сдать отработанные шины на площадку «Мегабак». Контейнер находится по адресу город «Видное» Белокаменное шоссе, 4 линия. «Создана такая программа, такой пункт сбора утилизации покрышек, как «Мегабак». В том числе сюда входит и контейнер для сбора бэушных автопокрышек. Они сдаются бесплатно. Собственнику надо только приехать разгрузить. Можно заказать разгрузку на дом, но это будет стоить от 100 до 200 рублей. Также можно принять участие в фотоконкурсе и выиграть сертификат на покупку новых шин. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо сделать креативное фото с шинами на площадке и разместить в социальной сети ВКонтакте с хэштегом «Сдал шины на Мегабак». После окончания акции организаторы выберут победителей и выручат сертификат. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видновском историко-культурном центре прошел урок мужества под названием «Неслава ради». Учащиеся познакомились с историей русских воинов и полководцев, показав наглядно, как важно воспитывать в себе любовь к родине, благородство и дисциплину. Быть патриотом значит помнить историю своей страны, не забывать героев и их победы. В историко-культурном центре учащимся рассказали о великих защитниках русской земли, начиная от подвигов богатырей, заканчивая путем полководца Александра Суворова. Сейчас эта тема актуальна для молодежи. И я считаю, что патриотизм, от него уже выходит, вытекает героизм. И для молодежи на примере наших древних героических образов. Интерактивная программа включила в себя познавательную лекцию и видеосюжеты, посвященные Ледовому побоищу и Куликовской битве. Во время мероприятия ребятам задавали вопросы. Каждый ответил, какие качества присущи настоящему воину. Как говорил Александр Суворов, благости и милосердия потребны героям. Школьники отметили общественную значимость уроков мужества. Я считаю, что важно проводить такие мероприятия, чтобы ученики, люди знали в лицо своих защитников. Чтобы знали, какие подвиги совершались в это время. И чтобы был патриотизм у людей. Уроки мужества – неотъемлемая часть просвещения учащихся. Они позволяют сохранить знания о подвигах дедов и прадедов. Через поколения. Чтобы каждый молодой человек был предан Родине, делая все возможное ради мирного неба над головой. Инга Янчук, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сотрудники госавтоинспекции совместно с оперативниками отделения по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Ленинскому городскому округу задержали 40-летнюю жительницу городского округа Домодедова, подозреваемую в сбытии наркотических средств. На 30-м километре Каширского шоссе для проверки документов инспекторы ДПС остановили автомобиль каршеринга. При беседе с полицейскими женщина-водитель заметно нервничала и вела себя подозрительно. Полицейскими на место была вызвана следственно-оперативная группа. В результате досмотра транспортного средства обнаружены и изъяты 29 пакетов, 24 свертка и прозрачный пластиковый контейнер с неизвестными веществами. Согласно заключению эксперта, содержимое трех свертков является производным наркотического средства N-метилофедрона, массой более 350 граммов. В отношении правонарушительницы следователям следственного управления МВД возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Витновским городским судом фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На территории Московской области стартовал социальный раунд по безопасности дорожного движения «Засветись». В рамках акции сотрудники госавтоинспекции Ленинского городского округа провели профилактический рейд. И еще раз напомнили пешеходам, как важно быть заметными на дороге. По статистике, в осенне-зимний период увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Короткий световой день, темная одежда, слабое уличное освещение, невнимательность как пешеходов, так и водителей может привести к опасным ситуациям на дороге. Чтобы напомнить видновчанам о правилах безопасности, сотрудники ГИБДД провели акцию «Засветись». Помогали полицейским юные инспекторы дорожного движения. Ребята у нас пропагандируют безопасное поведение участников дорожного движения. Напоминают о том, что в темное время суток необходимо носить яркую одежду с элементами светоотражающими. Использовать на одежде, опять же, светоотражающие элементы, наклеечки, брелоки. Хочу, чтобы никто не нарушил права, никто никого не ввязался, чтобы меньше было аварий. Хочется рассказать людям о правилах дорожного движения, чтобы не нарушали. Во время рейда ребята раздавали прохожим информационные листовки, дарили светоотражающие элементы и рассказывали о правилах безопасного поведения на проезжей части. Есть где светофоры, я жду, пока загорится зеленый, и иду. И когда посмотрел направо, налево, нету машин, прощался. А если есть машины, я жду, пока они приедут, и некоторые остановятся, я пройду. Это важно для всех, для водителей и для пешеходов одинаковые. У нас права и обязанности, поэтому давайте все будем соблюдать. Мы хотим, чтобы все были живы и здоровы, и всем желаю хорошего поведения на дороге. Место проведения профилактического мероприятия выбрали не случайно. На перекрестке у кинотеатра «Искра» расположено два нерегулируемых пешеходных перехода. Мы выбрали, опять же, место, там, где у нас, в принципе, были ситуации достаточно сложные для пешеходов. Здесь у нас и в свое время пострадали пешеходы. Поэтому мы еще раз на этом пешеходном переходе, нерегулируемом, посмотрим, как соблюдают правила дорожного движения наши участники и водители пешеходов. Учащийся видновского художественно-технического лицея Тимур Бигбаев совсем недавно вступил в ряды юных инспекторов дорожного движения. В акции вместе с сотрудниками ГИБДД участвуют впервые. Это надо, потому что, чтобы напоминать людям о правилах дорожного движения, сначала смотреть налево, потом направо. Пока остается машина, надо идти, не ходить на красный цвет. Особое внимание инспекторы уделяли родителям, ведь многие дети копируют поведение своих мам и пап. Когда детишки возвращаются из садиков с мамами, некоторые мамы на колясках их везут. Поэтому еще раз напоминаем, как нужно правильно переходить дорогу с такими малышами. Либо везти за руку, либо коляску, естественно, не выставлять на проезжую часть, а находиться на тротуаре до тех пор, пока не начнем переходить дорогу. Социальный раунд «Засветись» продлится в Московской области до 26 ноября. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях начальник госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу, подполковник полиции Анатолий Баландин. И мы продолжим обсуждать тему безопасности на дороге. Анатолий Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о ситуации с аварийностью на дорогах округа. Ну, значит, это состояние на сегодняшний день на дорогах Ленинского городского округа было 55 ДТП с пострадавшими, в прошлом году было 59. Но у нас отмечается рост погибших, это было в этом году 7, в прошлом году 4. То есть, получается, статистика не очень удовлетворительная. При общем снижении количества ДТП погибших все равно больше. Ранено 58 человек и, соответственно, 20 ДТП у нас произошло с пешеходами. То есть, повышается вообще вот в этот период аварийный, действительно, да, в осенне-зимний период, когда темнет рано для водителей, а тяжело видеть пешеходов? Да, сейчас наступает такой период времени, когда светлеет у нас поздно, темнеет рано. Анатолий Васильевич, есть информация, что 5 детей пострадало во время прогулок во дворах? Да, все верно. За период, который прошел у нас в этом году, 5 детей пострадало. Ну, то есть, это техника, убрана, говоря, безопасности при игре в дворовых территориях. Когда родители, ну, здесь больше на них, конечно, ответственность вложится. Это все-таки несовершеннолетние дети, маленькие, которые в процессе игры просто немного забывают. Их надо немного проконтролировать, чтобы они во время игры не выбегали на проезжую часть. Какие профилактические рейды проводят сотрудники госавтоинспекции? У нас, значит, профилактические рейды – это пешеход, пешеходный переход, плюс ряд социальных раундов, которые мы проводим с общественниками и при участии, так сказать, детского поколения, юида. Все остальное – это мы проводим «Зебру», «Пропусти пешехода». И также, вот сейчас проходит социальный раунд «Засветись». Здесь мы напоминаем водителям, что нужно уступать дорогу пешеходам, вне зависимости от того, на пешеходном переходе, регулируемым, ненарегулируемым пешеходам. И плюс, конечно же, правила дорожного движения, которые должны соблюдать пешеходы, как взрослые поколения, так и младшие. Социальный раунд у нас проходит с 23 октября по 26 ноября. Здесь основная направленность, кстати, на популяризацию использования световозвращателей, что детей, что взрослых. Тут, допустим, есть просто брелки, которые можно носить на аксессуарах, рюкзаках, сумках, как брелок. И также вот есть наклеечки, которые детям можно приклеивать. На одежду. На одежду, также рюкзаки. Это все делается для того, чтобы, как уже ранее было отмечено, темный период времени передвигаются по улицам. Да, в основном, это темная одежда. Темная одежда, что паспортная погода, то есть, грубо говоря, водители также снижают свою, внимание на дорогах из-за дождя, из-за темноты. Мы живем с вами в подмосковном регионе, где все-таки есть дороги, которые вне населенного пункта, и там уже совершенно другие правила для пешеходов действуют. Там в обязательном порядке люди должны использовать световозвращатели, чтобы водители их видели издалека и уже сконцентрированы, и с безопасностью передвигались как на расстоянии от пешехода, так и пешеход на встречу водителям нужно идти, соответственно, друг друга видеть. Анатолий Васильевич, спасибо большое за информацию. А я напоминаю, что у нас в гостях был начальник госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу, подполковник полиции Анатолий Балантин. Турнир по самому элегантному виду спорта художественной гимнастики прошел во дворце спорта «Видное». Ступень к успеху – это и название соревнований, и девиз. Каждая участница стремится выступить так, чтобы не только получить очередную награду в свою копилку, но и выполнить разряд. Юным спортсменкам аплодировала Екатерина Коваленко. Красота и грация – эти слова всегда ассоциируются с художественной гимнастикой. На один день «Видное» стал столицей этого вида спорта. Более 600 юных гимнасток из разных городов страны приняли участие в открытом турнире «Ступень к успеху». Соревнования, организованные Торгово-промышленной палатой муниципалитета и спортивным клубом «Ступени» проводятся уже в седьмой раз. У нас есть большое количество детей, которые занимаются таким прекрасным видом спорта, как художественная гимнастика. Я очень рада, что у нас здесь представлены дети различных уровней подготовки. Это как гимнастика в группах спортивного совершенствования, так и развивающая гимнастика. Гимнастки выступали по программе ОФП в том числе. Поэтому уровень разный. Но я рада, что очень многие дети именно из Видного занимают первые места. Самое большое число спортсменок представляли видновские клубы. Девочки занимаются с самого раннего возраста. Василисе Маликовой 8 лет, и половину из них она в гимнастике. На каждую тренировку бежит с удовольствием. С волнением и радостью выходит и на соревновательный ковер. Чувствую, что я стесняюсь. Но потом я это знаю, что это просто помогать и все. Это просто легко. Просто надо потянуться. Я хочу стать, как Алина Кабаев победит на всех соревнованиях. Спортсменок оценивала судейская коллегия. Внимание обращали на артистизм, технику исполнения. Юным звездам гимнастики нужно выполнить обязательный набор элементов. И продемонстрировать волю к победе. Гимнастика – это хороший вид спорта. На ней можно выступить так хорошо, что занять какое-нибудь место. Маленькую Дашу на соревнованиях поддерживает ее мама. А в художественной гимнастике мама – это почти спортивный агент. На ней костюмы, макияж, прическа и, конечно, важные напутственные слова. Без ложной скромности могу сказать, что мама точно помогает. Но и с первого дня тренер призывает нас к тому, что мама, тренер и ребенок обязательно должны работать вместе. Иначе ничего не получится. Поэтому, конечно, по максимуму стараемся участвовать в жизни гимнастки. Совершился турнир вручением кубков и памятных призов лучшим спортсменкам. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok